Музыка Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня конец октября, но мы с вами в огороде. И мы приехали в гости к Тропиным и смотрим, чем же они занимаются. Они собирали морковь и собрали прекрасный урожай. Посмотрите, какая морковь. Они высели ее в июне месяце 20-го числа. Можно высевать до 20-го июля ее и собирать прекрасный урожай. Сегодня мы с вами посмотрим, какой урожай мы еще будем собирать с вами свеклы, картофеля, который был высажен тоже в июне месяце. Многие огородники приходят и благодарят нас за передачи, те, которые мы сделали летом и показали, как правильно высеять летом и как получить осенний хороший такой урожай. Сейчас мы с вами перейдем на свеклу и посмотрим, какая же у нас получилась свекла. Сейчас мы подошли к грядке, где растет у нас свекла. Но вы ее не видите, потому что она прикрыта укрытым материалом. Для чего? Ночи сейчас холодные. Морковь вырвали хозяева, а здесь побоялись, что ночью будет мороз и листочки примерзнут. Поэтому они накрылись спонбондом. Они его применяют и в летний период, и в осенний период, и в весенний, когда у нас росточки появляются весной. Видите, обязательно приобретите этот материал и применяйте тоже. Если вы не успеваете сделать вовремя уборку урожая своего, то вы спокойно спите и знаете, что у вас растения там спрятаны, как под одеялом. Им тепло и хорошо. Сейчас нам Сергей Михайлович покажет, что же он вырастил под этим одеялом. Ну, Сергей Михайлович, покажите нам, какая же свекла у вас получилась. Тем более свекла тоже высажена у нас 26 июня. Сергей Михайлович, вырвите нам несколько штук. Покажите. Высевали красный шар. Это свекла, красный шар или червонокуля. Польский сорт. Это новейший польский сорт. Он зарекомендовал себя очень хорошими вкусовыми качествами. И можно этот сорт высевать во второй период. Это в летний и весенний также. Сергей Михайлович, у вас нож с собой есть? Вот я смотрю в карманчике. Давайте разрежьте нам, пожалуйста. Давайте эту положим, а эту разрежем и покажем нашим телезрителям, что же это за свекла. Ой, хруст очень хороший, красный, практически без колец. Ну вообще, когда в сырой свекле, кольца видны. А когда отваришь, их не видно. Вы отваривали эту свеклу? Да, отвариваем. Хорошая? Почти каждый день едим. Ну и как вкусовые качества? Хорошая, сочная. И сладкая? Сладкая, сочная и мягкая. Нет, уже прожили. Это самое главное. Значит, запомнили. Этот сорт называется червонокуля. Последняя селекция Польши. Если вы приобретете семена, у вас точно такая же свекла будет. Сейчас мы, Сергей Михайлович, пойдем копать картофель, который был высажен тоже в конце июня месяца, да? И еще он высаживал, он не все сразу высадил, и в июле месяце. И мы можем даже сравнить, какой же лучше получился. А вы уже картофель копали, пробовали? Да, уже ели. Вкусный? Ну, молодой всегда молодой. В том году они копали картофель в ноябре месяце, и к Новому году у них был молодой, хороший, вкусный картофель. Они меня приглашали в гости, и мы кушали вместе. Очень сладкий, вкусный такой, изумительный, необыкновенный. Пойдемте на картофель. Вот и наш картофель. Он тоже накрыт укрытым материалом, потому что тоже так же переживали, чтобы не замерзла. Прекрасная такая. Вот сейчас мы откроем это одеяло, и посмотрите, что прекрасный картофель. Ботва зеленая, она как раз растет, этот картошечка, потому что погода, видите, какая. А вы знаете, выше 25 градусов, когда плюс, картофель растет плохо. А сейчас он растет чудесно. И ботва, я не знаю, здоровая, не поражена никакими колорадскими жуками, никакой паршой. Ну, прелесть. Ну, давайте, Сергей Михайлович, теперь копнем, что же вы вырастили. Да, вот этот кустик прекрасный. Давайте я помогу вам. Так, отличная земля, я смотрю, мягенькая, прекрасная. Ой, чудо, бесподобное. Сергей Михайлович, ну я, например, хотела бы иметь такой картофель в это время. Бесподобное. Так, сколько у нас картошинок? Средних 4 грамм, по 70. Вот таких, смотрите, 3 громадных. И вот таких. Это получается у нас 9 штук прекрасной картофели. Я очень довольна. А вы сами довольны таким урожаем? Ну, судя по этому времени, в такой период, такой урожай лучше и не нужно. Я тоже так думаю. И это вы не первый год садите, правда? Да. Это уже третий год у вас? Третий год пытаемся вот по несколько раз садить на весь период сезона. И не обязательно иметь много земли? Нет. Можно... В сотку посадить всегда нормально будет для, как говорится, даже под Новый год можно получить. Урожай и всегда кушать. Да. Многие еще не управились в своих огородах. Собирают остатки, сносят все это на капустную кучу. Многие еще собирают свеклу, морковь и когда это все управится, начинают задумываться. Чем же им дальше заниматься? Ну, конечно, надо подготовить к зиме семена. Закупить их и высеять морковь, петрушку, укроп. Сергей Михайлович, там мы и захватили. Сейчас мы подойдем к грядке, будем ее подготавливать, как правильно высеять. И расскажем, какие семена и какие сорта лучше. Пойдемте готовить грядку. Убираем остатки плоскорезом и подготавливаем к землю для того, чтобы высеять здесь морковь. Взрыхлим почву. Рыхлится почва на глубину 3-5 сантиметров. Сергей Михайлович имеет громадный опыт. Видите, как он рыхлит хорошо. Земелька получается рыхлая, хорошая, прекрасная. Вот такая ширина грядочки у нас, метр. И длина 8 метров. И снова будет посеяна здесь морковь. Сейчас он выровняет все это плоскорезом. Смотрите, все операции делаются одним плоскорезом. Не надо бежать за граблями, за лопатой. Земля получается очень хорошая, без комочков. Вот так выравнивается. И сейчас мы сделаем бороздочку. Сделаем глубокую бороздочку, сантиметра 3. А потом земля уплотнится у нас, и уже у нас останется сантиметр. А если дожди пойдут, то немножечко размоют тоже эту бороздочку. И она не такая глубокая у нас будет. И вот в таком положении мы оставляем грядку. Где-то у нас есть компостная куча. Или может хорошая земелька. Мы это все заготовим. Ведерко. Можно здесь где-то кучечку нагребсти рядом с этой грядочкой. И накрыть спонбондом или пленочкой. Для чего? Когда ударят морозы, уже мы почувствуем, что это уже земля не будет оттаивать. В основном это где-то конец ноября. Я вчера смотрела передачу, говорят, что это будет где-то 15-20 ноября. Вот тогда мы будем высевать мерзлую почву, чтобы семя у нас не проросло. А если мы сейчас высеяли, уже многие это сделали, неправильно. Семя, видите, погода хорошая стоит. И семени достаточно влаги и температуры, чтобы прорасти. Мороз ударит, и ваше семя погибнет. А вы будете ждать всходов. К сожалению, они не появятся. Так сделайте, так как мы вам говорим. И вы получите тогда прекрасные всходы. Вот так высевем мерзлую землю, семена. Прикрываем той землей, которую мы отложили в сторону и прикрыли ее, чтобы она не замерзла. Мы сделаем правильный посев. И вся эта грядочка уходит у нас в зиму. А весной ранней, когда появляется солнышко, семена наши просыпаются и дают нам прекрасный, хороший всход. Какие же мы семена будем высевать? Многие берут поздние сорта и высевают их под зиму. Я не рекомендую этого делать. Возьмите ранние сорта, высейте под зиму. Это нанский тип, шантане, лагуна, аленка Харьковской селекции. Очень ранее. Они вам дадут сходы быстрые и дают морковь. Где-то в мае месяце вы уже будете кушать морковь. Вот для этого стоит посеять под зиму. А остальную морковь вы высеять можете или в марте, или чем позже вы высеете, тем лучше она у вас будет лежать на следующем году. Поэтому давайте посмотрим, какие же мы будем сорта с вами высевать. Аленка. Очень ранний сорт. От сходов до технической спелости 120 дней. Можно уже первый урожай собирать через 60-70 дней. Свитхар. Это французская морковь. Очень ранняя. Эту морковь от сходов можно собирать через 70-80 дней. Нанского типа. Одлинненная, но очень сладкая и вкусная. Фирма Наска. Это украинская селекция. Карнавал. Очень хорошая, сладкая морковь. Кадриль. Украинская селекция. Тоже очень хорошая морковь. Нанского типа. И асоль. Тоже очень ранний. Хорошая морковь. Тоже нанского типа. Сладкий, вкусный. Будете собирать через 70-80 дней. Какие же культуры можно еще высеять? Это лук-батун. Укроп. И, конечно, петрушку листовую. Это я сейчас вам показываю голландскую селекцию. Она намного нежнее и вкуснее, и ароматнее, чем обычная наша украинская. Может быть, в будущем у нас будут хорошие сорта петрушки. Но сейчас голландские сорта все-таки лидируют на рынке и заняли лучшие места, чем украинская петрушка. Щавель широколистный. Это украинская селекция. Щавель всегда у нас был и есть хороший. Ну, а московская зимняя, вот эти ж каратель и шантане вы можете высевать весной. Чтобы получить хороший урожай весной, вы обязательно должны удобрить. Не забывайте. Кто-то применяет минеральное удобрение, нитромофоску, суперфосфаты, аммиачную селитру. Кто-то предпочитает наш знаменитый, всем известный агровит. Это органическое удобрение. Можно сейчас посыпать прямо в эти бороздочки. Можно смешать с той землей, которую вы будете накрывать и потом присыпать. Это обязательно надо сделать, потому что растению нужно питание. И чтобы хорошие были вкусовые качества, и для того, чтобы она была крупная, обязательно рассыпьте какие-то удобрения. В следующей передаче мы вам покажем все о саде. Как высадить правильно деревья, как сделать грамотно обрезку. И поэтому не забывайте, включайте телевизор и смотрите нас. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»